Для всех, кто вырос в 90-х, фильмы режиссера Сураджа Барджати «Я полюбил и кто я для тебя» стали частью детства. Кроме Салмана Кхана и Мадхури Дикшет, зрителям полюбился еще один персонаж. Возможно, они не помнят его имени, но он произвел неизгладимое впечатление благодаря своему уникальному стилю игры и великолепной комедии. Этот человек – Лакшмикант Берде. В Болливуде он часто играл однотипные роли второго плана, но на самом деле актер считался огромной суперзвездой в кино на Маратхе. Он был очень скромным и никогда не показывал, что он пришел из индустрии, где он суперзвезда. Лакшмикант Берде, широко известный как Лакшья, родился 26 октября 1954 года в Мумбаи. Младший из шести детей, мальчик рос в постоянной нужде. Семье не хватало денег, поэтому в детстве Лакшья продавал лотерейные билеты. После школы он устроился работать в культурный центр, где увлекся театром. Кастролируя со спектаклями по штату, довольно скоро стал известным именем на сцене. Он начал свой путь с кино на языке Маратхи в начале 80-х годов. В то время Маратхи-кинематограф переживал кризис. Сюжеты попали в порочный круг семейных драм и историй с сельской местности. Фильмы были стереотипные и традиционные, поэтому мало привлекали в кинотеатры молодых городских зрителей. Но с появлением Лакшмиканта Берде все изменилось. Уникальный жанр комедии и мелодрамы понравился зрителям и началось возрождение индустрии. Толпы стекались в кинотеатры, чтобы посмотреть его фильмы. После 1985 года актер штурмовал большие экраны серии суперхитовых комедийных фильмов, которые сделали его одной из самых больших суперзвезд комедийного кино на Маратхи вместе с актером Ашоком Сарафом. Их фильм «Мы – уличные умники» 1988 года, в котором снялись Лакшмиканта, Ашок, Махеш Кадхара и Сачин Пилгаонкар стал культовым и остается фаворитом среди молодежи даже сегодня. Лакшмикант также снялся во многих болливудских фильмах и получил 4 номинации на премию Filmfare Award как лучший комик. Более того, у актера был собственный продюсерский дом под названием «Абхенай Арц», названный в честь его сына Абхеная Берде. В 1985 году Лакши женился на девушке по имени Рухи, но, к сожалению, в 1998 она скончалась. В том же году Берде женился на актрисе Прии Арун. У пары двое детей – сына Абхенай и дочь Свананди, которые пошли по стопам родителей и тоже стали актерами Маратхи кино. Но со второй супругой Лакши смог прожить всего 6 лет. В начале 2000-х у него обнаружили проблемы с почками, и он покинул этот мир 16 декабря 2004 года в возрасте 50 лет. В последний раз его видели на экране в нашумевшей комедии ужасов на языке Маратхи «Одержимый». На сегодня у меня все. С вами была Мила. До встречи в новых роликах.